День добрый, сервис OMZAP, зовут меня Анатолий. Это у нас Grand Starks 2008 года, здесь стоит турбодизель 2,5 литра. Сегодня мы на Hyundai Grand Starks будем менять водяной насос. Человек обратился у нас посторонним звуком с передней части. С двигателя и якобы жалобы на утечку охлаждающей жидкости. Визуально, то есть взяли прям за лопасти вискомуфты, видно, что она бежит и болтается. Будем производить замену. Если многие говорят, что нужно разбирать панель, нет, это ни к чему. Сейчас мы вам покажем, как можно, в принципе, не разбирая всего, заменить данный насос. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Закончили мы замену нашего насоса. Запустили двигатель. Все, попробовали. То есть сменили полностью охлаждающую жидкость. То есть там у нас на антифриз. Вот я вам для примера покажу даже данный насос. Его разбило настолько сильно, то есть вот есть большая качка, что крыльчатка стала касаться блока. То есть на блоке есть отлив, куда она касается. И вот она как раз издавала звук, сцепляясь крыльчаткой об блок, ну и сам подшипник. То есть вот, в принципе, мы можем послушать, как вы его назвали. Ну, в принципе, показали и рассказали, как меняется данный насос без лишних разборок. Да, там есть нюансы. Многие болты придется прикручивать на ощупь, их не видно. Болтов у нас 7, то есть вот, по окружности. И большую часть болтов не видно. Но все же, если, то есть, все почистить, помыть, аккуратненько можно сделать замену. Мы, допустим, у нас ушло где-то минут 20 на замену. Но у нас двигатель был холод, поэтому так и произошло. Ну вот, очень надеяться будем, что данное видео вам поможет, если вы будете делать сами. Если же нет, то, допустим, нет у вас времени и нет гаража, то подъезжайте. Мы вам, то есть в те же 20 минут, полчаса заменим данный насос. Все, всем счастливо, пока.